Я умру для мира Христос воскресе! Воистину воскресе Христос ответствует на пасхальные приветствия верные. И ум и сердце их устремляются, как олень, который стремится на водные источники, как птица, взлетающая в небо. Ум и сердце наши бегут к Спасителю Альфе и Омеге, началу и концу нашего бытия, ибо в нем все, и к нему все мы, мы для него. А он пришел в этот мир для того, чтобы обнять нас отеческим объятием и сокрыть нас в себе, ибо Христос Спаситель есть дом наш, вечное жилище, под сводами которым расцветает человеческая душа. Иисусе – крепость телесная. Так сегодня мы обращаемся ко Господу нашему, взяв в качестве примера одно из прошений Акафиста Иисусу Сладчайшему. Да, человек состоит из души и тела. Душа, премудрая и вышерационально, будучи существом бессмертным, неуничтожимым, разумным, растворена со всеми телесными членами. Тело будет живо до тех пор, пока в нем пребывает человеческая душа. Тело является инструментом души, мыслящей, чувствующей, повелевающей. Тело – есть орудие, которое мы должны содержать в порядке. И как воин на биваке постоянно чистит свою саблю, или древний богатырь, блистающий меч всегда держал на изготове, так и наше тело должно служить нам, как ослик служил Спасителю, когда тот с горы Элеонской въезжал в Иерусалим. Иисусе – крепости телесные. Господь, взойдя на крест по своем воплощении, взял на себе грехи, болезни и немощи всех нас. Именно поэтому пророк Исаия говорит, язвою его мы исцелились. Беззаконие мира, грехи наши были на нем. И вот почему мы именуем нашего Спасителя врачом душ и телес нашим. Сам Искупитель говорит, не здоровые, а больные нуждаются во враче. При этом он указывал на самого себя. И те, кто единожды почитали сказания евангелистов, памятуют о том, что Спаситель врачевал, исцелял всякую немощь. Все человеческие болезни, даже те, которые почитались неисцельными, освобождал от проказа, воскрешал мертвых. Итак, мы взираем на нашего Спасителя, как на врача. Да и сами таинства Церкви свершаются, вы помните, во исцелении души и тела. И прежде всего, божественное Евхаристия, истинное питье, истинная пища, вкушая которой, мы становимся причастниками тела и крови нашего Господа. Иисусе – крепости телесные. Спаситель в совершенстве знает наше телесное естество. Да и неудивительно, если пред Ним, пред Богом, открыты наши прошедшие, настоящее будущее, если Ему ведома каждая наша мысль, еще прежде чем она сформировалась в глубинах нашего сознания. Соответственно, и видимое бренное телесное естество, которому по непреложному Божьему приговору надлежит сначала взойти в силу, расцвесить, так сказать, а затем мало-помалу потерять эту силу и отойти в землю, распавшись на составные элементы, и затем воскреснуть, наше телесное естество имеет во Христе источник своего бытия. Вот почему мне непонятны те крещеные люди, которые по невежеству своему, по непросвещенности своей, почитают для себя излишним благоговейное приобщение святых христовых тайн в соответствии с канонами Церкви не реже, чем раз в месяц. Они, такие люди, думают, что не нуждаются ежемесячно, еженедельно, ежедневно, ежечасно, ежесекундно в укрепляющей их божественной благодати. Какой мрачный предрассудок, какое заблуждение. И когда приходит время хворей и немощи, когда телесное здоровье начинает изменять нам, поистине жалкая участь человеку не церковного, не понимающего, что именно в единении со Христом, спасителем даруется ему крепость целесная, как свидетельствует об этом царь и пророк Давид в своих псалмах. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людей своим миром. И в ином псалме царь Давид, прозорливо взирая в грядущие годы, в годы старости, просит Создателя, «Не остави меня, Господи, внегда оскудевать крепости моей, не остави меня». Наконец, еще в одном псалме Господь через царя Давида говорит о божественной Евхаристии, равно как и о земной трапезе, «Хлеб сердца человека укрепит». Бог – наша крепость и сила. Господь сотворил наш состав в преисподних земли. Когда мы еще были в утробе матери, Господь прозорливыми очами, сияющими сто крат светлее солнца, видел несоделанное наше, то есть еще не образовавшееся телесное естество, которое через девять месяцев, выходя из лона матери, и речь идет уже о полноценной личности человека с бессмертной душой, облеченной в прекрасное тело, Господь бледет и хранит нас на всем жизненном пути, равно как и мы должны заботиться о себе и заботиться о теле вслед за чистотой души, поскольку тело является окладом, киотом, в котором сияет, как некая драгоценность, бессмертная человеческая душа. Вот почему родители сегодня не должны плашать и промаргивать младенческие, детские, отроческие, юношеские годы своих милых чад. Ведь если дети не будут физически развиваться, если мы будем смотреть сквозь пальцы на то, что они вкушают всякие дошираки и фастфуды, несовместимые с жизнью культурного человека, то ребенок, не получая в достатке питательных веществ, микроэлементов, впоследствии может жестоко расплачиваться за это родительское небрежение и собственную глупость, как иные дети, передая сладости, теряют коренные зубы уже к 15 годам, иные портят и надсаживают себе желудок и другие внутренние органы, о чем сегодня говорить, почитаю, излишне. Господь есть крепость телесная, и поэтому, питая души молитвой, Словом Божьим, пребыванием в храме, мы должны с детских лет давать должное телу, чтобы оно служило нам, как покорный и шаг, чтобы была развита и мускульная система, и мышечные ткани, и кости наши. И сегодня очень важно, дорогие друзья, наблюдать за собой, как мы сидим, чтобы не сутулиться, не сгибаться, за пресловутым компьютером, в три погибели, как мы ходим, страдают нынче взрослые гиподинамией от практически обездвиженного образа жизни, и поэтому занятия спортом, зарядка, физические упражнения, на это достаточно много времени уходит в школе, совершенно необходимы для нашего подрастающего поколения, да и для всякого человека, который по завету Макария Великого должен в отношении души жить как бы одним днем, то есть быть готовым сегодня предстать на нелицеприятный суд Божий, а в отношении тела должен жить так, как будто бы ему предстоит жить сто лет, то есть расходы нервную, мускульную, целесную, жизненную энергию, мы должны восполнять ее, понимая, что еда и сон – это Богом дарованные лекарства, пренебрегать которыми так просто, безболезненно, для телесного нашего естества нельзя. Вот почему сегодня, обращаясь ко Господу, Господи, Ты крепость наша телесная, мы должны сообразовываться со значением пословицы на Бога, надейся, сам же не плашай, нельзя путать день с ночью, очень нехорошо, когда целый день и ночь проходят в душном помещении, сегодня мы должны больше, особенно в эти пасхальные, весенние и летние дни, гулять на природе, заниматься физическим трудом, трудотерапией, потому что если телесные члены мы не будем упражнять, то, как это бывает, следствием инертности, косности, застоя, будут всякие неблагоприятные физические процессы. Вспомним, что сам спаситель вел подвижническую жизнь, и в повествовании о его гефсиманском молении важно отметить, когда спаситель колено преклоненным молился о чаше страданий, и капли пота, падавшие на землю, были подобно крови, тогда явился ангел с небес и укреплял Иисуса как человека. Этот ангел по преданию именуется архангелом Гавриилом, и в переводе древнего языка это означает «крепость Божья». И мы, дорогие друзья, давайте будем все вспоминать почаще этого архангела, который не только покровительствует тем, кто хочет иметь целомудренные, чистые помыслы, но покровительствует и тем, кто бережно относится к телу как к священному сосуду, скрывающему в себе разумную душу. Будем помнить, что душа вместе с телом по воскрешении телесным на страшном суде примет либо наказание от Господа и вечное пострамление, коль скоро грешила вместе с душой, либо заслужит венец и будет наслаждаться созерцанием Христа и будет питаться благодатью Святого Духа. «Человеческая личность душевно-телесна, и поэтому тело наше не для блуда, говорит апостол. Члены телесные – не орудие, не чистоты, но тело, как и душа для Господа. В телесных членах мы призваны прославлять Иисуса Христа, живя чисто, честно, светло и радостно, пользуясь земными благами не для разрушения здоровья, но восстановления его. И таким образом призваны и в душе, и в цели воздавать славу источнику премудрости Иисусу Христу, о котором мы сегодня говорим и которому обращаем нашу молитву Иисусе крепости телесные. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин